Здравствуйте, мои друзья. Я хочу познакомить вас с одной замечательной игрой, которая называется Survival Craft. Незаслуженно забытая игра. Это песочница, выживалка, которая похожа чем-то на Майнкрафт. Но у Майнкрафта намного больше возможностей, чем здесь. Здесь эту игру делал и делает один человек, только так как в Майнкрафте целый коллектив. Но я люблю эту игру. Люблю за то, что она очень удобна в управлении. Ну где-то примерно как и Майнкрафт. Люблю за то, что здесь реализм. Вот животные, тут нету монстров, здесь животные. Выглядят они вполне натуральны. Видите? Полево. Ну вот, видите, он бросается на нас. Люблю за то, что здесь круглое солнце, а не квадратное. Тут очень красивые восходы из ады. Как вы понимаете, сюжета здесь самой игры нет, но тут очень много карт, которые делают сами любители этой игры. И вот одна из этих карт, это сделано по сериалу «Подячие мертвецы». Именно вот сейчас мы находимся в тюрьме. Если вы этот сериал смотрели, но он не совсем детский, так скажем. Но слышали, по крайней мере, о нем. Почему я здесь, на этой карте? Потому что она мне нравится. Я немножко знаком с автором этой карты. Я отслеживаю его творчество, он мое. Вот. Я вообще много записал уже видео на этой карте. Наверное, уже... Ну, не знаю. Только в одной Атланте там, по-моему. Ну, где-то будет скоро 100. Эта карта еще примечательна тем, что она, крайне мере, если не самая большая, то одна из самых больших в этой игре. Человек делал ее больше двух лет. И сейчас продолжают ее усовершенствовать. Тут много сделано по сюжету. Я свои видео прохождения делал без комментариев. Без комментариев. Поэтому вы можете посмотреть их все. Я оставлю ссылку на список всех этих прохождений. Там некоторые видео идут в комбинации с потресками, ну, с кусочками из самого сериала. Для того, чтобы вы могли сравнить работу автора карты с реально то, что снято в кинофильме. Красавчик. Смотрите, какой красавчик. Ну, он за стеклом. А вот здесь мы его можем ударить, смотрите. Сейчас просунется до морда. В настоящий момент у меня вот 31 уровень, как вы видите, внизу. Опыта. Это значит, что у меня сила в два раза больше изначально. Выживаемость, скорость передвижения. Это как быстро он голодает. Ну, и отношение к температуре. Вот температуру показывает по центру маленькая шкала. Если она синяя, это плохо. Пусть он замерзает. Права. Еда. Вернее, это его голод. А это, естественно, хп. Жизнь. Вот. Здесь, по сравнению с Майнкрафтом, намного сложнее проживать в смысле еды. Если кто-то играл, вы знаете, что... Вон, да, Мишка пришел. В самом начале игры, если вы за первые два дня не найдете еду, вы просто умрете с голода. Вот и Мишка пришел. Ха-ха. Как они красиво рычат все. Честно говоря, у меня мурашки по коже всегда идут. Реально бывает иногда страшно. Особенно, если играешь ночью. Ну, сейчас мы ночь, нам надо идти где-то поспать. Тут надо обязательно спать. Единственное, чего тут нет, тут нет воды и не нужно искать воду. Нужен отдых и нужна еда. Управлять буквально двумя кнопками и поворачиваю я просто вот так мышкой. Очень легко и просто. Но, когда я начинал, я умирал очень много раз, пока не научился. Несослуженно забытая игра именно в русскоязычном секторе. Ну, может еще других. Но она очень популярна вот в азиатских странах. Там. Они до сих пор и в нее играют. Ну, типа, Малайзия, Вьетнам, там, во мне, вот эти страны. Очень много. Очень много делается новых карт. Буквально каждый день. Я не скажу, что они все хорошие, но бывают и даже очень интересные. Ну, больше карт делается в креативе. Просто картинка. Ух! Выскочила. Видите? Заспавнилась где-то в коридоре и на меня напала. Вы видели? Две монетки выскочила. Вот. Вот у меня броня. Видите? Алмазная броня. Самая крепкая. Ну, тут все равно. Какая броня. Она защищает одинаково. Все, скажем, железное от алмазной. Отличается только тем, своей, ну, прочности. Вот. А насчет защиты. Они как бы одинаковые. Но просто деревянная. Вас защитит там от трех ударов. А алмазная от 33. Вот так. Итак. Перейдем к делу. Вот эта броня. Вот это мои показатели. Вот здоровье. Стамина. Вот сон. То есть нам сейчас будет писать, что пора спать. Тепло. И опыт. Вот это следующий уровень у 32. Вот столько осталось. Это много еще. Потому что с повышением уровня следующий уровень, конечно же, приходит медленнее. Да и с первого на второй нелегко перейти. Что еще? Пару слов. О игре. Вот когда она появилась, по-моему, в шестнадцатом году. Было сделано там несколько обзоров. Потом год назад, чуть больше, в декабре прошлого года, было обновление игры. Тоже было пару обзоров. И все. Больше никто в нее. Ну, или мало кто. Я не вижу этих видео. Я не вижу. Ну, кроме вот этих малазийских там и прочих. Там ребята играют очень активно. Вот. Ну, у нас же она не популярна. У нас очень популярный Майнкрафт, вы знаете. Просто очень. Так. Ну, я пока уложу его спать. Спать он может тут без кровати. Не обязательно спать нам на кровати, как в Майнкрафте. Нужно, чтобы было, например, деревянные доски. Итак. Что я хочу сделать? Коль скоро я все равно играю в эту игру. Иногда. Я запишу парочку серий со своими прохождениями, с комментариями, которые выложу на своем канале. А вы посмотрите. А вы посмотрите. А я посмотрю тоже. Понравится вам или нет. Продолжить такие прохождения или не нужно. Так что ждите новых серий. А пока-пока. Хай.